приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 30 ноября девочки и мальчики последний день месяца и последний день этой осени этапа говорим о том что можно и чего категорически нельзя делать как какой сегодня народные праздники и какой 8 церковные праздники так друзья далее все более подробно это 30 ноября православная церковь вспоминает и молится о богослове святители епископе некий сарийском георгий чудотворцем по дошедшим до наших дней сведениям до прохождения обряда крещения георгий чудотворец носил имя федор и родился в богатной и знатной языческой семье в двести тринадцатом году нашей эры на территории современной малой азии в возрасте 14 лет после смерти отца он поменял свои религиозные взгляды и решил пройти обряд крещения получив прекрасного для своего времени образования федор стал искать смысл жизни после смерти своего отца и обрел его после прочтения евангелия решив пройти обряд крещения после прохождения обряда крещения он получил имя георгий и отсюда начал вести праведный образ жизни а также проводил христианские проповеди однако такое изменение мировоззрения и образ жизни георгия очень не нравилось многим его знакомым друзьям и родственникам друзья и родственники решили сыграть с георгием злую шутку подослав к нему блудницу которая во время одной из проповедей проводимых чудотворцем начала просить у него деньги за якобы совершенный с ним грех георгий даже не стал спорить женщины я просто вытащил к кошелек с деньгами просто отдал ей требуемую сумму как только блудница взяла в руки и кошелек кошель отданный георгием чудотворцем она упала на землю и начала биться в истерике рассказала правду о том что ее подкупили друзья и родственники после того как правда была рассказана женщина пришла в себя и покаялась перед георгием после злого розыгрыша со стороны друзей и родственников георгий принимает решение уйти в пустыню для того чтобы начать подвиг пусто на жительство однако господь распоряжается по-другому георгия рукоположит в епископы некий саре при этом находясь в этой должности чудотворец обратил в христианскую веру большое количество язычников во время проведения христианских проповедей и литургии георгий творил именем божьим большое количество чудес исцеляя больных и воскрешая мертвых умер этот христианский святую около двести семьдесят пятого года нашей эры по легенде во время нахождения георгия чудотворца в пустыне к нему явился старе старец и святоносная женщина которые передали ему символы веры и считается что символы веры георгию передала сама богородица а также апостол иоанн богослов но а в народной традиции в народном календаре 30 ноября носил название григорьева дня а также дня григория зима указателя на другу по-другому назвали этот день григорий чудотворец или север по погоде этого дня судили какой же будет зима какая погода была с утра и до полудня такой буты первая половина зимы а погода с обеда до вечера предвещала вторую половину зимы на григория праздновали встречу северного ветра обычно к этой дате выпадало уже много снега поэтому на руси как взрослые таки дети принимали активное участие в народных гуляниях катались на санях с горы верили что кто укатится дальше все кто-то в следующем году будет самым счастливым парни кувыркались снегу по народные примете это позволит задержать зиму подольше что в свою очередь положительно скажется на будущем урожаем по традиции 30 ноября проходило интересное развлечение у наших предков так называемое закатывание зимы взрослые дети кидали в друг друга снег и катались в нем на григория зима указателя принято было катать колеса делали это для того чтобы узнать про предстоящую зимнюю погоду была такая интересная народная примета если колесо далеко и долго катится то суровая зима будет если же в скорости упадет то с оттепелями наблюдали из-за погоды в течение дня женщины день севера проводили вязание существовало даже поверье что вещи которые были связаны на григория самые теплые спасут ли они от ветра и от стужи и даже от всевозможных болезней кстати именно 30 ноября вязали носки для самых суровых зимних дней они были очень теплые и крепкие так как изготавливались из шерсти овец на которой наговаривали особенные слова и читали 9 раз обязательно молитву отче наш день григория чудотворца среди хозяев считался идеальным для передачи своего опыта младшему поколению матери учили дочерей готовить постные пироги салаты из капусты и щи чтобы они выры выросли хорошими хозяюшками бабушки передавали свои знания внучкам вязание и вышивание которых даже не рассказывали своим детям а ворожей и гадалки в этот день обучали своих преемниц навыкам гадания магическим ритуалом и обрядом а также учили предсказывать будущее и судьбу 30 ноября было принято загадывать желание на веточках деревьев помечать их насечкой или ниточкой и закапывать обязательно в снег если в течение девяти дней палка будут лежать на месте то считалось что высшие силы не услышали просьбу исчезала стоит ждать что задуманное самое ближайшее время обязательно исполнится впереди ожидалось что зима будут с каждым днем все злее и злее поэтому ее задабривали через птицы животных давали им еду запускали в дом погреться строили кормушки а также читали магические слова которые усмиряли литую лютую зимушку и в этот день обязательно делали обряд чтобы не мерзнуть когда холодно и так брали как проводили такой вот обряд брали церковную свечу зажигали и от уголька вытанутого из печки обходили с ней весь дом останавливались у окон трижды крестили и проговаривали такие слова свечкой крест святой кладу оберег на окно поставлю чтобы холод сквозь него не проникал и в избе никто не замерзал свечка от угля зажглась печка теплом разошлась не пройдет сюда мороз не покажет стужа но затем останавливались у входной двери и тушили свечу как мы уже сказали ранее в этот день особое внимание уделяли примет приметам погоды потому что для многих людей очень бы было важно знать какая же будет погода к какой и будет урожай в следующем году поэтому считалось что какая погода вот в последний день осени то бишь 30 ноября такой будет и зима поэтому если на григория зимоуказателя тепло то и вся зима будет теплой но если в этот день 30 ноября солнечная погода то зимой будет мало снега если григорьев день выдался пасмурным зимой солнце будет редкостью но если на предзимье похолодало зимой ожидаются сильные морозы а если реки покрылись темный льдом следующий год будет урожайным в этот день именины ты празднуют михаил геннадий григорий иван и захар не забудьте людей с этими именами поздравить и пожелать всего самого наилучшего ну а человек рожденный 30 ноября по знаку зодиака стрелец считается что такие люди очень талантливы и способны при желании свернуть горы однако обладает существенным недостатком мешающим им добиваться желаемого это не серьезностью в качестве талисмана им подходит агат этот камень защищает от негатива стабилизирует аура тоже улучшает умственную функцию аналитические способности и концентрацию сновидения которые увиделись в ночь с 29 на 30 ноября считаются вещами правда чтобы их верно интерпретировать необходимо применить интуитивное видение также есть набор конкретных образов которые можно толковать совершенно точно ну к примеру необходимо обратить особое внимание на детей во сне так если вам приснится ваш собственный ребенок важно оценить каким он был во сне если чистым и радостным значит впереди вас ждут хорошие новости но если малыш испытывал дискомфорт или боль значит в реальности ему грозит опасность причем не обязательно связанная со здоровьем но если в ночь с 29 на 30 ноября вам приснится много чужих детей значит необходимо готовиться к многочисленным задачам которые отнимут много времени если ваш контакт с ребятами был связан с веселем ну например вы играли то хлопоты окажутся счастливыми если вас будет тяготить такая компания ждите проблем финансового характера теперь давайте поговорим о том что же можно было делать 30 ноября вы знаете издревле считается что сон который приснится в этот день будет обязательно вещь им поэтому люди старались детально запоминать свои ночные сны ну а перед началом дня было принято в этот день ходить в баню чтобы наполнить свое тело здоровьем на весь будущий год обязательным условием успеха в новом году было выполнено и обещание люди верили что в этот день нужно исполнить долг перед собой тогда все плохое обязательно останется в прошлом как и все другие праздники день памяти григория чудотворца всегда отмечался в кругу семьи по поверью это должно было сплотить узы брака и принести благополучие члены семьи избегали ссор и никогда не покидали свой дом народ верил что это приведет к несчастью поэтому наши предки старались этот день 30 ноября провести с семьей за веселыми играми во дворе поэтому и вы уделите время своим деткам покатайтесь на санках побросайте снежки по кувыркайтесь в сугробах считала что это придаст сил и крепкого здоровья всем членам семьи на всю зиму и именно этот обряд и назывался закатать зиму чем веселее и снежнее вы проведете этот день 30 ноября тем крепче будет здоровье у вас теперь давайте поговорим о том что же нельзя было делать в день григория чудотворца 30 ноября самый страшный грех который говорили наши предки что нельзя было делать 30 ноября это ходить в грязной одежде быть неумытым и не расчесанным согласно народным приметам такого человека буду ждать преграды на пути к достижению целей и крушение планов поэтому так важно 30 ноября начать свое утро с принятия душа после которого в обязательном порядке надеть нужно только чистые вещи вечером же следует сходить в баню или в сауну считается что тогда весь следующий год никакая болезнь не пристанет также 30 ноября нельзя не выполнять данные в этот день и обещания клятвы обеты иначе плохое так и не уйдет из жизни также кто сдержит стоит от того же кто сдержит свое слово будет ждать удачи и успех во всех делах но вообще друзья нужно быть очень внимательно составу осторожными со своими клятвами обетами и обещаниями потому что очень часто люди говорят обещают а в реальности этого не делают а вы помните что вселенной всегда есть баланс и рано или поздно вам это может вернуться поэтому когда вы даете кому-то клятву или обещания обязательно 10 раз подумайте а получится ли вас это выполнить также в день григория чудотворца нельзя забывать и о своих родственниках не звонить им не отвечать их на их звонки а также отказываться от их приглашения прийти в гости 30 ноября надо отметь отменить все свои дела чтобы провести хотя бы немножечко времени вместе с семьей тогда считается что на будет и крепкой и дружной также нельзя в этот день примерять кольца других людей особенно обручальные по народной примете этим можно накликать на себя несчастья поэтому не стоит 30 ноября посещать ювелирные магазины и салоны чтобы присмотреть или купить себе драгоценность так как есть вероятность подцепить неприятности человека который до этого надевал колечко также нельзя в день григория чудотворца ссориться с супругом на нужно постараться проявить терпение и выдержку но никаким образом не допустить скандала так как это чревато скорым разрывом 30 ноября стоит избегать общение с людьми с темными глазами так как их рассказы могут принести большие неприятности если же это по какой-то причине невозможно сделать ты перед тем как вступать с темноглазыми собеседниками в диалог следует попросить помощи у ангела-хранителя вот друзья у нас с вами такой день 30 ноября по народным приметам и по церковному календарю как ведь уже последний день осенью вот уже с вами у нас с вами пролетел и целый год и что немаловажно это у нас это сами последний месяц а скоро и новый 2024 год поэтому постарайтесь спланировать так следующий месяц чтобы вашей жизни все легко получалось и складывалось сами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому желаете мира любви и гармонии ну а прямо сейчас на экране друзья увидите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ друзья услышимся с вами же буквально в следующем видео